Медиа-корпорация Китая В Поднебесной завершился Хайнаньский международный кинофестиваль. По данным системы SWIFT, доля юаня в глобальных межбанковских переводах в ноябре поставила новый рекорд, достигнув 4,6%. Китайскую валюту опережают только доллар, евро и фунт стерлингов. Их доля в общем объеме международных платежей незначительно снизилась. В то же время доля юаня выросла с прошлого года почти в два раза, а по сравнению с октябрем на целый процентный пункт. Аналитики связывают такую впечатляющую динамику с развитием торговли в национальных валютах и валютными свопами Народного банка Китая с Центробанками стран торговых партнеров Поднебесной. Медиа-корпорация Китая представила топ-10 научно-технических прорывов КНР за этот год. В подборку вошли достижения в самых разных сферах – от молекулярной биологии до освоения космоса. Первое место в списке заняло строительство морской ветроэнергетической платформы. Ее установили в 135 километрах от прибрежного городского уезда Вэньчан провинции Хайнань. Мощность электростанции превышает 7 мегаватт. Ее энергию используют для разработки нефтегазового месторождения в том же районе. Это первая в мире ветроэнергетическая платформа, которая стоит так далеко от берега и погружена в воду более чем на 100 метров. Новый объект соответствует высочайшим стандартам безопасности и способен выдержать удар супер-тайфуна со скоростью ветра более 80 метров в секунду. Помимо ветроэнергетической платформы, медиакорпорация Китая включила в топ-10 бурение первой скважины глубиной более 10 километров в Таримском бассейне и запуск орбитальной станции Тяньгун. Также в список вошло открытие гена урожайных зерновых на засоленных щелочных землях и выделение группы клеток в спинном мозге, которые запускают старение человеческого организма. Ведущий информационный холдинг КНР собрал топ-10 главных достижений уходящего года в мире китайской археологии. В список вошел первый форум Лянчжу, который стал важной площадкой для сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Внимание медиакорпорации Китая привлекли и новые находки в руинах древнего города Шанду, которые изменили представление ученых о поднебесной времен династии Шан. Не менее интересные артефакты от неолита до эпох Ся и Шан удалось обнаружить в горах Яньшань. Эти находки пролили свет на развитие цивилизации в историческом районе Линнань. Также в топ-10 попали исследования ритуальных сооружений династии Цинь и провинции Ганьсу, двух затонувших судов эпохи Мину, берегов Хайнаня и пещеры доисторического человека в районе Тибетского Нагорья. Пятый Хайнаньский международный кинофестиваль подошел к концу. Его финальным аккордом стало вручение премии «Золотой кокос». На этой торжественной церемонии собрались актеры, режиссеры и продюсеры из разных стран. Награду присудили в 10 номинациях. Вместе с престижным трофеем победители получили возможность продвигать свои проекты на мировом уровне. Хайнаньский международный кинофестиваль впервые состоялся всего пять лет назад, но уже стал одним из четырех главных кинособытий Поднебесной. Он закрепил за городским округом Санья статус важного культурного центра и стал новой площадкой для диалога цивилизаций. Программа фестиваля объединяет огромный диапазон жанров, традиций и историй со всего земного шара. В этом году билеты на кинопоказы очень быстро раскупали. Что неудивительно, ведь в прокат вышло много иностранных фильмов, которые очень ждали китайские зрители. Подогрели интерес и встречи с актерами и режиссерами после премьер. Думаю, такие кинофестивали – это окно, через которое мы можем увидеть другие уголки планеты с их обычаями, географией, культурой, образом жизни и ценностями. Неповторимая атмосфера тропического острова стала отличным дополнением к программе фестиваля. Кинопоказы на открытом воздухе подарили зрителям еще больше ярких впечатлений. Я впервые приехал на Хайнаньский фестиваль, и меня глубоко впечатлила атмосфера кинопоказов. Когда ты смотришь фильмы, на тебя дует теплый ветер с моря – это нечто. Очень интересный опыт. Я запомню его на всю жизнь. Уже с первого дня я убедился, что на Хайнане отличная атмосфера для продвижения кинематографа и культуры в целом. Само место проведения, экран, звуковое сопровождение – все было на высшем уровне. Наряду с кинопоказами в программу вошли форумы, мастер-классы, дискуссии и встречи со съемочными группами. Все это сделало фестиваль важной площадкой для обмена идеями и сотрудничества между кинематографистами со всего мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok